Проблема, почему я такой? Да потому что это я такой, это мой выбор. Я создаю привычки, и потом привычки создают меня. Проблема, почему я такой? Когда мы учились в искусстве, рисовали, и маслом рисовали, нас водили в музей, и нам дали бесплатные корочки, мы приходили туда, когда хотим, и мы весь день стояли рядом с картинами, и копировали картины, и пытались своей мазнёй повторить кисти великих мастеров. Мы копировали, мы учились, мы делали копии, я не хочу быть копией, ты не копия, но вначале ты учишься у кого-то, подражаешь кому-то, ты повторяешь за кем-то, ты имитируешь, и постепенно ты становишься индивидуумом, ты становишься личностью. Ты возрастаешь. Любая школа искусства времён Возрождения имела огромное количество учеников, и из этих учеников появлялись люди, которые мы называем творящие шедевры. Они были учениками великих и становились великими. Поэтому учись, найди людей, которые достигли чего-то. Не учись у дебил и тупиц, которые ничего не достигли, только умничают и болтают. Эти люди приведут тебя в проклятие. Скажем ли мы на это амэн? Который ничего не достиг, но только умничают. Он такой умный. И мне хочется сказать, если ты такой умный, то почему ты такой бедный и несостоятельный? Они всегда имеют комментарии, свои идеи. Но он болтает, и у него нету в голове ничего. Не слушай его. Потому что всё, что он говорит, он останется этим навсегда. Не учись у человека, который не достиг ничего. Найди человека, который достиг результата в жизни. Если у тебя семейные проблемы, с кем советоваться? Советуйся с той семьёй, у которой имеют успех в семейном строительстве. Которые достигли чего-то в своей семье. Которые воспитали хороших детей. Когда ты спрашиваешь у женщины, которая не воспитала детей или воспитала наркоманов. Не спрашивай, мама, как воспитывать детей. Спрашивай у тех, которые сумели воспитать нормальных детей. Скажем им на это амэн. Учись, подражай, имитируй, повторяй. Ты видишь, как человек Божий молится. Ой, я не хочу повторять. Да повторяй. Это не страшно. Бог за это не накажет. Учись у человека, который умеет молиться. Учись у человека, который умеет проповедовать. Учись у тех, которые достигли чего-то. Смотри СНЛ, повторяй. Там есть столько помазанников мощных, которые добились успеха. Учись у людей, которых Бог поставил высоко. И Бог поставит тебя высоко. Это естественно. Зачем тебе заново изобретать велосипед, если он уже изобретён? Просто возьми и езди на нём. Ну я не умею на нём ездить. Ну тогда возьми, научись и езди. А как мне научиться? Ну смотри, как это делают другие. Но ведь страшно, страшно. Но начинай делать. Начинай упражняться. Начинай тренироваться. Ищи новые идеи. Цепляй. Не нужно концентрироваться на прибыли. Концентрируйся на Боге. И Бог даст тебе прирост, умножение, увеличение. И будет прибыль в твоём доме. Изобилие будет течь из своего дома. Все скажут, изобилие. Изобилие. Халилюя. Ой, ну вы деньги хотите? Нет, мы не хотим денег. Мы хотим много денег. Вы любите деньги? Нет, мы их ненавидим. Мы их так тратим, тратим, тратим. Они к нам идут, идут, а мы их тратим, тратим. Нет, я их спрячу. Поэтому у тебя их нет. Ты забыл, где спрятал. Халилюя. Иисус Господь. Скажет ли кто-то на это амэн? Амэн. Нам дана одна жизнь. Нам дана судьба от Бога. И мы должны что-то с этим сделать. Я прожил уже 33 года. И я смотрю, и я как говорю, я только начинаю. Я только начинаю. Одна девушка написала мне письмо по имейлу. Она была раньше членом нашей церкви. Потом у нее проблемы. Она пошла в неправильный бизнес. И в конце концов все закончилось тем, что она родила ребенка. Мужа нету. И все плохо, и все ужасно. И она пишет, вот я смотрю СНЛ и удивляюсь, как вы достигли. И я ей пишу, пойми, что это все от Бога. Это не от человека. Это не из-за того, что я такой вот, весь такой вот такой вот из себя. Но я такой на самом деле. Я буду всю жизнь работать для Господа. Сколько есть сил, сколько есть желаний, сколько есть мыслей. Служить Господу каждый день. Служить Господу каждый день. Делать дела Божьи каждый день. Творить невероятные вещи каждый день. Делать невероятные. А как это у тебя так получается? Я не знаю, как получается. Просто получается. Просто я смотрю на тех, которых Бог поставил высоко. И я говорю, Господь, я хочу идти за ними. Я знаю, Питер Янгрен проповедует там по Индии. Бонке проповедует по Африке. Я знаю, Ульф Экман ездит по Азии. Проповедует по Азии. Я смотрю, я говорю, Господь. Если ты им дал это задание, я что, хуже, что ли? Что, я не в той стране родился? Я родился в стране, из которой Юра Гагарин улетел в космос. Я родился в той стране, где есть этот первый космодром на Земле. Аллилуйя. Я родился на той Земле, куда приземляются космонавты. И у меня космические мечты. Аллилуйя. Почему нет? Скажи Амэн. Ой, я надо скромно думать. Думай скромно, померяй веры. Но если веры много, тогда думай нескромно. Кто-то все время хочет себя занизить в позицию. Наоборот, бери выше, мечтай о большем. Возьми следующий шаг. Надо, значит, больше молиться, учиться, получить навыки. Может быть, перейти в другой бизнес. Может быть, сделать что-то. Надо улучшить себя. Чтобы у тебя было больше, улучши себя. Ты хочешь, чтобы твои молитвы в два раза сильнее были?